Бессловно, отсутствие в достаточном количестве топлива в первую очередь влияет на работу общественного транспорта, потому что те автобусы и частные компании, которые работают на дизеле, на бензине, они сократили количество выходов своего транспорта на маршруты, и вся нагрузка легла на городской транспорт, на городской электрический транспорт. К сожалению, мы сегодня продолжаем вести военное время ремонт наших улиц, и сейчас мы в ускоренном порядке завершаем ремонт на пересечении улиц Подтимоновской и Преображенской, где делается большой перекресток, и что нам позволит вывести в работу наши трамваи, электрический транспорт, что снизит немножко нагрузку на маршрутах. Что касается, мы приняли решение и заправляем в первую очередь машины неотложной скорой помощи, машины, те, которые обеспечат жизнедеятельность города, это аварийные службы, у нас обеспечены топливом для того, чтобы обеспечить жизнь городу. Да, мы сегодня живем в опасном, опасность существует, опасности каждый день, тревоги, каждый день ракетные обстрелы, люди вынуждены чувствовать себя в напряжении, но тем не менее жизнь продолжается, и, как говорит президент, и мы все говорим о том, что мы должны научиться, к сожалению, жить сегодня, когда стране идет война. И соблюдая все ограничения, все предупреждения, мы хотим, чтобы немножко оживился работа малого среднего бизнеса, дать возможность. Дать возможность людям выйти, семьями в том числе, дать возможность для того, чтобы дети не загонять детей в такую страшную депрессию, которые, я уверен, к сожалению, скажутся и на психике детей подрастающего поколения. Поэтому наша задача городской власти при соблюдении норм безопасности сделать все возможное, чтобы люди себя чувствовали и в безопасности, и как-то жили, жили, и жизнь продолжалась. С первого дня войны мы занимались и до войны. Мы, я обновился с своей командой, создав рабочую группу, мы обновили наши заявки в ЮНЕСКО. Это очень важно для Одессы сегодня. В 2009 году был, Одесса сделан первый шаг, мы попали в предварительный список ЮНЕСКО. В этом году мы за короткий срок проделали колоссальную работу. Я рад, что нас поддерживают все города, практически все наши города побратимы высказали поддержку. Я рад, что нас поддерживают министр иностранных дел Греции, министр культуры Италии, премьер-министр Италии. Нас поддерживают в Австрии, нас поддерживают в Германии. Все направили письма в ЮНЕСКО для поддержки Одессы, чтобы мы попали в номинационный список. Тем более, что сегодня мы можем пройти эту процедуру ускоренно и по укороченной процедуре, поскольку параграф 161-162 ЮНЕСКО предполагает принятие, неочередное принятие культурного наследия той страны, которая угрожает разрушению либо военных действий.